В Госдуму внесен законопроект, призванный запретить посвящение несовершеннолетних в идеологию бездетности. Однако треть россиян не одобряет возможный запрет пропаганды child-free среди несовершеннолетних. Как это отражается на нашей жизни, на показателях демографии в Тверской области? Мнение тверичан также вы узнаете из нашего следующего репортажа. Одной из главных причин сокращения рождаемости называют массовую child-free идеологию в молодежной среде. Поэтому, по мнению депутатов Госдумы России, внесенный законопроект объективно обоснован и своевременен. Ведь увеличение деторождения позволит государству развиваться более эффективно. А пока демографические показатели Тверской области, мягко говоря, не радуют. На 1 января 2022 года численность населения региона составила 1 миллион 228 тысяч и 698 человек. Это почти на 17 тысяч меньше, чем год назад. Свою негативную лепту вносят многие факторы. От пандемии ковид-19, низкого уровня рождаемости, до миграционного оттока населения в более экономически развитые регионы. А тут еще и такие новомодные чуждые наши культуры и традиции, тренды как child-free, что переводится как «свобода от детей». Как к этому относятся тверичане и какие меры должны вводиться в регионе для повышения рождаемости, мы спросили у горожан. Они обязаны много рожать. Нам много людей надо в стране, у нас не хватает их. Поэтому они обязаны. Сейчас им деньги платят, что им не рожать-то? Поддержать молодые семьи. А каким образом? Как минимум, потому что все-таки ребенок это достаточно дорогое удовольствие. Не знаю, что надо делать, это не ко мне вопрос. А вы знаете, что такое child-free? Да, знаю. А как вы к этому относитесь? Вообще хорошо это или плохо? Ну, для каждого человека, наверное, по-своему. Здесь нет однозначного варианта. Мне кажется, каждый может выбирать то, что для него более важно в жизни. Ценности разные у разных людей. Платить больше, да, это было бы очень неплохо, по крайней мере. Но также нужно улучшать количество детских садов, качество воспитания детей. Увеличить зарплату и уровень жизни россиян простых. По результатам опроса можно заметить, что главной мерой для людей является материальная поддержка семей. Но стоит отметить, что для того, чтобы побудить людей к детрождению, материнского капитала недостаточно. Важен глубокий системный подход, то есть создание комфортных условий для жизни и воспитания детей, развитие инфраструктуры, рабочие места, хорошей экологии и медицинское обслуживание и так далее. Ведь дети — это, как известно, цветы жизни, но их взращивание нелегкое и затратное во всех смыслах дела.